Привет, друзья! Это вторая часть видеоинтервью с Андреем из Украины, школьником с очень большим своим собственным опытом обучения в английской системе образования. Тема этого выпуска, состоящего из двух частей, это спорт в британских школах. В первой части мы начали обсуждать эту интересную тему, гуляя по территории знаменитого Итан-колледжа. Ссылка на первую часть будет стоять в описании к этому видео. В этой же части мы продолжим эту тему, но на этот раз рассмотрим важность спорта, или даже, правильнее будет сказать, важность уровня спортивных секций при выборе школы в Англии. Садитесь поудобнее, будет интересно. О чем мы остановились? Что мы обсуждали? Мы поговорили о традиционных видах спорта. Мы поговорили про регби, про хоккей, надбол и, по-моему, остановились на легкой атлетике. Ну и говорили о том, что в английских школах спорт не стоит на первом месте, как в некоторых американских школах, что во всех школах в первую очередь ты должен учиться, неважно, какой ты выдающийся спортсмен. Если ты не будешь радовать свою школу, своих родителей, родителей своими академическими показателями, то тебе спортом активно заниматься не дадут. Хотя спорт нужен для чего? Для какого-то такого своего физического здоровья? Для физического здоровья, для развития, наверное, какой-то коммуникации между людьми. На самом деле я хочу еще добавить то, что пусть спорт не стоит на первом месте в английских школах, но при поступлении в университет это может сыграть свою решающую роль, потому что в Англии очень любят всесторонне развитых детей. Неважно, на кого ты поступаешь, как Андрей, например, хочет стать юристом, если ты будешь поступать на юриспруденцию, нужна будет история, возможно, психология, возможно, социология. И даже если ты будешь круглым отличником, тебе этого будет недостаточно для того, чтобы выглядеть выгодно на конкурсной основе. Май-год, посмотрите, какие собаки. Конкретные бойцовские псы. Участвуете ли вы в каких-то соревнованиях межшкольных? В межшкольных? В моей новой школе не так часто это происходит. Потому что в колледжах открытого типа там несколько дела по-другому обстоят. Да, более академическое, сфокусировано все на учебе. А вот как раз-таки в моей прошлой школе Валентинску, да, традиционной, там очень много, практически каждые выходные они устраивали какие-то... Проводили соревнования между школами? Да, соревнования между школами, да, приезжали в какую-то одну школу с хорошими полями, с хорошими facilities, вот это все. Оснащением спортивным, да? Да, да, да. Ну, это же какой-то такой дух школы прививает, нет? Есть такое, что кто-то там участвует, защищает интересы школы спортивной? Да, да, это тоже очень важно, играет роль большую, да. Вот когда ты выступаешь за свою школу, у тебя, ну, во-первых, ответственности больше, за что мне подвести команду, а во-вторых, у тебя как-то, ну, хочется тебе выиграть, показать, что ваша школа – это лучшая школа среди других. Да, а если вы привозите победу, да, добиваетесь этой победы, то сразу на пьедестал. Хочу твое мнение спросить. У меня есть свое собственное мнение. Если вам будет интересно, с вами поделюсь при нашем личном знакомстве. я обращаюсь к зрителям. К нам очень часто обращаются клиенты, у которых дети, родители, у которых дети занимаются профессионально какими-то видами спорта. И, возможно, уже достигли каких-то определенных высот, результатов, которые заслуживают уважения. И говорят, нам обязательно, чтобы в школе была теннисная академия или в футбольная академия, чтобы школа была чемпионом по какому-то виду спорта. Правильно ли это или неправильно? Ну, мне кажется, в первую очередь, когда родители отправляют своих детей в другие страны на обучение, в Англию, то важно, в первую очередь, думать про учебу. Вот. Я считаю, да. Неподготовленный у нас абсолютно разговор. Поэтому я считаю, лучше уже остаться там у себя, либо менять какие-то принципы и приезжать в другие страны обучаться. Дорогие родители, если вот вы задайте себе в первую очередь сами вопрос. Планируете ли вы, чтобы ваш ребенок делал карьеру в большом спорте? Вот задайте в первую очередь вот этот вопрос. Если ответ на этот вопрос будет «да», то я не вижу смысла отправлять ребенка на обучение в Великобританию. Если вы хотите, чтобы ваш сын или дочь стали победителями Олимпиады, либо чемпионами по какому-то виду спорта, либо высокооплачиваемыми футболистами в каком-нибудь крутом футбольном клубе, нет смысла их отправлять в Великобританию. Потому что в Англии, еще раз повторю, в английских частных школах в первую очередь акцент делается на обучение, а спорт стоит на втором месте. И выбирая школы по принципу, чтобы в школе обязательно была сильная какая-то академия по определенному виду спорта, вы сильно ограничиваете себя в выборе. Правильно? Да, да, да. Да, очень сужает круг школ. Да, в Англии есть школы, которые там сумасшедшие футбольные, теннисные академии, 50-метровые бассейны, как Милфилд Скул. Ну, хорошо, можно эту школу будет рассмотреть, но выбор будет для вас небольшой, так скажем. Если вам это видео понравилось, а вам должно это видео понравиться было, поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте комментарий в подписи к этому видео. Обязательно пройдите по ссылкам, тоже будут в подписи, чтобы посмотреть другие выпуски. У нас их, по-моему, в общей сложности 5 или 6 по разным темам. Перечислять не буду, все будет в подписи. И подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Пока мы с вами прощаемся. Спасибо за просмотр. До встречи в следующих выпусках. Пока-пока, друзья. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Путешествуй по миру вместе с нами.